Здравствуйте, дорогие друзья, новости с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день. Много шума было в своё время, много рукоплесканий по поводу Парижского соглашения по экологии. Ну, пришли к соглашению о том, что меньше загаживать мир. И вот пришёл Трамп и всё порвал. Да. Порвал это соглашение. Обама заключил, перед уходом дал миллиард долларов на то, чтобы это... Ну, не из своего же кармана. Да, вот это важный момент. Трамп пришёл и всё, как они говорят, разрушил. И есть такой большой шум в мире, что он делает. Он тем самым подрывает экологию планеты. Он не разрушает, он просто сказал, мы в этой игре не участвуем. В 2035 году, как он говорит, это принесёт Америке, лишит её 2,5 триллиона долларов. Кроме всего прочего, он считает, что это просто передел... Конечно, это всё построено только на том, чтобы украсть у тебя и передать мне. Поскольку мы все исходим из эгоизма, ни о какой земле мы не думаем, ни о каком потеплении. Мы думаем о том, как бы урвать себе побольше за счёт других. В частности, тут Европа западная выигрывает всё за счёт Америки. И поэтому он не согласен с этим, а вся Европа не согласна с ним. Так или иначе-то же проблема существует. Естественно, потепление существует, и глобальное, и не только потепление. Тут и ледниковый период надвигается, кроме потепления. Очередной. Да, и они, в общем-то, сопровождают друг друга. А ничего не поможет. До тех пор, пока мы не уравновесим вообще всю эту систему, если человечество не приведёт себя в норму и не станет вместе с природой гармоничной экосистемой, то природа, естественно, под влиянием разрушительного воздействия человеческого общества будет разрушаться и дальше. Мы находимся на своём эгоизме на самой высшей ступени природы. Неживая, растительная, животная и человеческая природа самая высшая. Поэтому, если мы между собой находимся в жутком эгоистическом состоянии, в противоречиях, в войнах, в распрях, то это всё воздействует на все более низшие слои природы, неживотную, растительную и животную, и приводит их в соответствующее неравновесие, следствием которого является и глобальное потепление, и вообще все прочие проблемы, которые мы делаем в мире. То есть грязнуха нашего эгоизма, она размазывается по всему земному шару, внутри него и вокруг него. И это зависит только от нас. А вот как только начнём исправляться и начнём находиться в более доброй связи друг с другом, вдруг увидим, всё очищается, 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 всё приходит в норму, всё становится равновесным, вплоть до того, что волк гуляет с козлёнком и маленький мальчик вместе с ними, как сказано в пророках. И так всё будет.